Привет, друзья! Книга рекордов Гиннеса регулярно пополняется ранее неизвестными достижениями, и несмотря на то, что 2020 год начался совсем недавно, он уже успел запомниться некоторыми примечательными рекордами. О них мы сейчас и поговорим. Вы на канале Удивительные Факты. Поехали! Как сообщается на сайте Книги рекордов, жители Японии по имени Титецу Ватанабе признали самым старым из ныне живущих мужчин. Заключение исследовательской группы геронтологии говорит о том, что на момент получения титула Ватанабе было сто двенадцать лет и триста тридцать четыре дня. За свою долгую жизнь японец успел поработать на компанию, занимающуюся сбором сахарного тростника, завести пятерых детей и даже поучаствовать в сражениях во время Второй мировой. На пенсию мужчина вышел в 1974 году. Вместе с сыном он построил загородный дом, где посвящал время своему хобби – выращиванию деревьев бонсай, которых у Титецу было более ста. Сейчас японец живет в доме престарелых, но, к сожалению, состояние здоровья не позволяет ему вести активный образ жизни. До прошлого года долгожитель ежедневно делал зарядку, практиковался в каллиграфии, а также решал математические задачи. В беседе с журналистами Ватанабе раскрыл секрет своего долголетия. Он посоветовал много улыбаться и как можно меньше злиться. К слову, самая старая из ныне живущих женщин также живет в Японии. Долгожительницу зовут Кане Танако и в 2020-м ей исполнилось 117 лет. Выполнение физического упражнения Планка, при котором следует опираться на пол только при помощи предплечий и пальцев ног, способствует общему укреплению мышц тела. Однако эффективным Планку делает умение удерживаться в этом положении на протяжении длительного времени, что требует терпения и выносливости. Впрочем, теперь спортивным энтузиастам определенно есть к чему стремиться. В США был зафиксирован новый мировой рекорд. Спортсмен Джордж Худ простоял в Планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Худу 62 года и в прошлом он морской пехотинец. После окончания службы увлекся фитнесом и выполнение Планки стало его настоящей страстью. По словам Джорджа, несколько лет назад ему удалось простоять в Планке 10 часов, но это достижение не было зафиксировано. На этот раз, во время благотворительного мероприятия для военных, он попытался повторить успех в присутствии наблюдателей Книги рекордов. Пусть до 10 часов Худ не добрался, но побить мировой рекорд все же смог. Как признается мужчина, последние четыре месяца он посвятил интенсивным ежедневным тренировкам с постоянным увеличением нагрузок. Многие думают, что запускать игрушечные машины по гоночному треку не более чем детская забава. Однако находятся люди, которые выводят это занятие на совершенно другой уровень. В городке Потсвиль, штат Пенсильвания, была создана самая длинная трасса для машинок Hot Wheels в мире. Ее длина составила шестьсот шестьдесят три и три десятых метра. Этот показатель автоматически бьет рекорд в пятьсот шестьдесят метров, установленный годом ранее компанией Mattel, которая, кстати говорят, является производителем Hot Wheels. Чтобы создать трассу такой длины, потребовалось около трех тысяч семьсот пятидесяти сегментов дороги. Для рекордного проезда по всей длине трека красной машинки модели CyberSpeeder понадобилось две минуты и пятьдесят секунд. Проектировкой и строительством трека занимались сотрудники местной инженерной компании вместе со своими детьми и младшими родственниками. Установление этого рекорда также имело цель привлечения интереса детей к точным наукам. Не менее удивительный рекорд пришел в книгу Гиннеса из Канады. Житель Ванкувера Джонатан Типпетт около десяти лет проектировал и создавал гигантского четвероногого робота. Старания увенчались успехом и он был награжден рекордом Гиннеса за самый большой робот-экзоскелет в мире. По словам Типпетта, созданный им робот имеет размеры в четыре метра в высоту, пять метров в длину и шесть метров в ширину. Вес циклопического четырехногого экзоскелета составляет более полутора тонн. Как утверждает канадец, в центре механизма находится литий-ионная батарея емкостью в девяносто шесть киловатт час, изготовленная по индивидуальному заказу. Движение происходит за счет нагнетания жидкости в гидравлические цилиндры в ногах, каждый из которых способен выдержать полтонны веса. В качестве материала Типпетт использовал хромированную сталь, которая используется для аэрокосмической и гоночной техники. В австрийской федеральной земле под названием Штерия слепили самого высокого в мире снеговика, вошедшего в Книгу рекордов. Его высота составляет тридцать восемь метров. Скульптура из снега построена на территории горнолыжного курорта Ризнеральм, снеговик получил имя Риззи, которое созвучно не только с названием курорта, но и со словом Риззе, переводящегося с немецкого как Великан. Работа по возведению снежного гиганта началась еще в декабре две тысячи девятнадцатого года. Снег для его лепки производился с помощью снеговых пушек, которые используются для покрытия горнолыжных трасс. Как сообщают участники, на создание Риззи ушло около восьмисот тонн снега. Расходы на организацию мероприятия составили шестьдесят тысяч евро. Ранний мировой рекорд удерживал снеговик, слепленный в американском штате Мэн в две тысячи восьмом году. Его высота составляла тридцать семь с половиной метров. Компания Mazdar City, занимающаяся инновационным городским развитием в Абу-Даби, побила рекорд Гиннеса, создав самую большую мозаику из перерабатываемых материалов. Мозаика имеет площадь в тысячу пятнадцать квадратных метров. Подобный масштаб эквивалентен двум баскетбольным площадкам или четырем теннисным кортам. Она была создана в течение месяца из девяносто тысяч перерабатываемых материалов, включая пластиковые бутылки, жестяные банки и картон. Произведение искусства показывает историю развития Объединенных Арабских Эмиратов. Также на мозаике представлены ключевые достопримечательности всех семи эмиратов. Инсталляция была представлена в преддверии недели устойчивого развития в Абу-Даби ежегодной выставки на тему возобновляемой энергии. Как сообщили представители компаний Mazdar, целью создания мозаики было побудить жителей и туристов взять на себя больше ответственности за окружающую среду, а также вдохновить людей на сокращение отходов и их переработку. Этот мировой рекорд также был побит в Объединенных Арабских Эмиратах. Новогодний салют в Дубае занесли в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее масштабный и продолжительный в мире. Шоу началось с пиротехнического обратного отсчета до наступления 2020 года прямо на знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа. Сам же праздничный салют состоял из четырехсот пятидесяти тысяч фейерверков и длился шесть минут. Залпы производились из четырехсот точек, расположенных по всей береговой линии протяженностью в сто километров. Один из залпов высветил в ночном небе флаг Объединенных Арабских Эмиратов размером двести двадцать пять на сто тридцать метров. Данное событие должно стать крупнейшим в истории пиротехническим изображением национального флага. Над организацией салюта работало двести пиротехников. А этот рекорд пусть и выглядит довольно странно, но все же заслуживает внимания. В Египте сложили самый большой портрет фараона Тутанхамона из бумажных стаканчиков с кофе. Акция проводилась Египетским министерством древности и туризма. Портрет, имеющий площадь в шестьдесят квадратных метров повторяет знаменитую золотую маску Тутанхамона, обнаруженную археологом Говардом Картером в тысячу девятьсот двадцать втором году. На создание композиции ушло более двенадцати часов. Всего было использовано семь тысяч двести шестьдесят стаканчиков, шестьдесят пять килограммов кофе, тысячу литров молока и три тысячи литров воды. Мероприятие проходило на площади перед Большим Египетским музеем в Каире. После того, как рекорд зафиксировали в книге Гиннеса, все стаканчики с кофе раздали участникам строительных работ. Как сообщил представитель регистрационной комиссии Книги рекордов, Талал Амар, ни в коем случае нельзя было выливать кофе. Раздача использованных материалов нуждающимся была обязательным условием для попадания в Книгу рекордов. А этот рекорд пришел из мира кинематографа. Фильм Паразиты, триумфатор церемонии вручения премии Оскар в две тысячи двадцатом году, занял почетное место в Книге рекордов Гиннеса. Но чем же он так выделился? Как стало известно от представителей регистрационной комиссии, картина корейского режиссера По Чжун Хо стала первым фильмом в истории, который одержал победу как в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и в общей номинации «Как лучший фильм». В истории подобного ранее не случалось. Кинолента, повествующая о расслоении общества и классовом неравенстве, получила четыре статуэтки при шести номинациях. Кстати, а вы уже посмотрели этот фильм? Согласны ли вы с мнением Киноакадемии? Напишите об этом в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. До скорой встречи!